Глава шестнадцатая, часть третья. Утро следующего дня, наскоро одарив жителей Бетлехима приятной прохладой, словно опомнившись вместе с лучами восходящего солнца, расплескала по всей округе неизменную летнюю жарынь, принесенную горячими ветрами пустынными. И не два ли не на глазах испарялись искристые капельки благодатной росы, и сохли листья плодовых дерев, и даже в узких ложбинах начисто выгорали травы, лишь густые ивовые кустарники по берегам водоемов сохраняли сочную свежих. Не передохнув после завершения жатвы ячменя и пшеницы, народ в поте лица своего продолжал трудиться в садах и огородах. На воловьих упряжках, нагрузив сверхом телеги, свозили урожай нагумно, в одиночку или семьями бродили по окрестностям в поисках луговых и лесных трав, еще не тронутых жарой. «Прежде чем мы обратимся к еврейским женщинам, проматерям нашим», взволнованно начала свой разговор Наоми, «расскажу я тебе о первой на земле женщине». Но у нее два имени. От жары некуда было деться, и они расположились в большой комнате второго этажа. Наоми занавесила окна льняными полотнищами, отчего в помещении стало уютно и прохладно. Они сидели за столом друг против друга, и Наоми казалось, что Рут буквально схватывает на лету и заглатывает каждое ее слово. «Я не ослышалась, мама, два имени?» «Не ослышалась, доченька, даже приподнялась Наоми, ибо у женщины по замыслу Божьему двойное назначение. На первое намекает Иша, как сказано в Торе, «это названо будет женою, ибо от мужа взята она». Заметив недоумение в глазах Рут, Наоми напрягла память, вспомнила не единожды слышанное. «Тогда навел Господь Бог глубокий сон на человека, и когда тот уснул, взял одну из частей того человека И создал Господь Бог из той части женщину, и привел ее к человеку, и возрадовался мужчина, Иш, несказанно, возликовал беспредельно и вымолвил горделиво, На этот раз кость от кости моей и плоть от плоти моей. Пусть она зовется жена Иша, ибо от мужа взята она». «А какое второе имя?» – не терпела с Рут разузнать подробности. «Погоди, доченька», – усмехнулась Наоми. «Еще припоминаю, и о первом имени важное сказано». «Поэтому оставит мужчина отца и мать, и прилепится к жене своей, и станут они единой плотью». «К жене своей!» – захлопала в ладоши Рут. «К своей, к своей, а не к чужой!» – радовалась Рут услышанному. «Вот отчего только у евреев такая чистота отношений и до, и после свадьбы. А в моем народе…» – Рут закашлялась, словно оговорилась. «А у язычников, как у дикарей, нет ничего святого. Спят с кем попало!» Молодая женщина надолго замолчала, верно вспоминая о чем-то своем наболевшем. «Вот отчего я замуж не торопилась, до тридцати лет в девушках засиделась, впервые, как на духу, разоткровенничала с Рут. Поначалу не мог понять меня и отец, царь Глон, но когда однажды открылась ему, осознал, ведь отец меня очень любил, и от того, чтобы угодить мне, согласился отдать меня в жены еврею?» «О чем-то они еще с Элемельхом сговаривались!» «Не наскучила я тебе своими откровениями, мама?» – спохватила с Рут. «Или навеяла мрачные мысли?» «Разве мы можем друг другу наскучить, доченька?» Наоми тяжело вздохнула. «А мрачные мысли, прытки, чуть что, все частно на готове!» «А второе назначение женщины?» – напомнила Рут. «Что о нем в Торе написано?» «И назвал человек имя своей жены Хава, потому что она стала матерью всех живущих», – на одном дыхании произнесла Наоми. «Если Иша, помощник мужчины, подстать ему, то второе назначение женщины – рожать детей, растить свое потомство. По большому счету, она и есть Хава, жизнь, мать всего рода людского!» Несмотря на выпавшие идеи родовые муки, на тягости и страдания, женщина создает вместе с мужчиной жизнь и продолжает и поддерживает ее. «Мама, откуда ты все это знаешь?» – уже не в первый раз спрашивает Рут, озадаченная умением Наоми в нескольких кратких речениях изложить столько неведомого молодой маовитянке. Взволнованная, раскрасневшаяся, она сидит напротив Наоми, глотая каждое ее слово и пытаясь осознать сказанное. «Доченька, своим неподдельным жадным интересом к Торе ты застала меня врасплох!» – зардела с Наоми. «С одной стороны, радуюсь твоему увлечению, но страшусь не донести до тебя главное, ибо так сжато и кратко составлено священное писание, что без глубокого осознания мой рассказ о матерях окажется незаслуживающим внимания, ведь я, увы, о многом лишь наслышана». Наоми, женщина сдержанная, явно скромничала, хотя в те три месяца, пока Рут собирала колоски на поле Боаза, предчувствуя необходимость занятий с ней в будущем, она не только о многом вспоминала, будто из глубокого колодца черпала, из рассказов мамы и бабушки, из невольно услышанных давних увлеченных споров Элемелиха, Боаза и Ноаха, но и зачастила к старому Пинхасу. «Вот кто оказался неиссякаемым родником знаний!» «Слушаю тебя, мама!» — Рут на мгновение прикоснулась к материнским плечам. «Не волнуйся, пожалуйста!» «Слушаю тебя, мама!» Продолжение следует...